Здравствуйте, уважаемые зрители канала Протвиток. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сегодня я расскажу вам о способах известкования кислых почв. Известкование – это химический способ мелиорации кислых почв. Для этих целей применяют доломитовую муку, негашенную известь и мел. В известковании нуждаются зерново-подзолистые, подзолистые, торфяно-болотные и некоторые другие типы почв. Даже при внесении минеральных удобрений, органических удобрений, без изыскования кислых почв невозможно получить хорошего урожая большинства сельскохозяйственных культур. Ведь многие культуры предпочитают нейтральные, либо слабокислые почвы. Наиболее чувствительные кислотности почвы являются свекла и капуста. Им нужны нейтральные, либо слабощелочные почвы – PH7-8. Чувствительные культуры – это горох, фасоль, огурцы. Им нужна нейтральная среда – PH6-7. Слабочувствительные культуры – томат, редис и морковь. Им нужны слабокислые почвы – PH5-5.5-6. Полезное влияние изыскования проявляется не только снижением кислотности почвы, но и усилением и мобилизацией потреблений питательных веществ из почвы, а также улучшением потребления азота. Эффективность изыскования зависит от выращиваемой культуры, дозы внесенных изысковых удобрений, а также потребности в изысковании. Изыскование проводится раз в 4-5 лет. Потребность в изысковании можно установить по развитию сорняков. На кислых почвах хорошо растут мокрица, конский щавель, хвощ, сидник. Если данные растения поселились у вас на грядках, значит вероятность, что почва кислая, очень велика. Но точную кислотность можно измерить с помощью приборов. Это специальные приборы для установления кислотности почвы, либо можно еще применять лакмусовые бумажки. Известкование проводится из степени необходимости. При PH 4,5 необходимость очень сильная. Если использовать для изыскования доломитовую муку, то ее нужно внести до 50 кг на сотках. При PH от 4,6 до 5,5 нуждаемость в изысковании средняя. Нужно вносить до 45 кг доломитовой муки на сотку. При PH от 5,4 до 5,5 нуждаемость в изысковании слабая вносит до 40 кг доломитовой муки на сотку. При PH 5,5 и выше изыскование проводить не нужно. Лучшим удобрением для изыскования является доломитовая мука. В ней большое содержание кальция и магния. Кальций необходим для роста корневой системы, а магний для фотосинтеза. При проведении изыскования нужно учитывать очень важный момент. При совместном внесении азотных удобрений и фосфорных, азот быстро улетучивается с почвы, а фосфор переходит в труднодоступные фосфаты для растения. Поэтому данное удобрение нужно вносить не ранее, чем через 2 недели после проведения изыскования. Совместно рекомендовано вносить компост, торф и борную кислоту. Благодаря такому внесению корнеплоды растут лучше. В них накапливается больше каротина, в семенах накапливается больше белков и жиров. Раскисление почвы не проводят на участках, где растут голубика, крыжовник, щавель. Данные растения любят кислую почву. Если у вас кислые почвы, обязательно проведите изыскование. Данная процедура повышает урожайность в разы, а самое главное, это не влияет на окружающую среду и безопасно для здоровья человека и для растений. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Хороших урожаев и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok